Всем привет, друзья! Сегодня посмотрим шикарный взводный бой, в котором один из ребят просто нанес сумасшедшее количество урона, вернул на вершину, на самый-самый верх танки, которые уже просто не играются давным-давно, и размазал, просто размазал противников. И это, как вы все поняли, Type 5 Heavy, десятка топовая, японская десятка, как раньше называлось Alcatank, которая уже давно толком не играется из-за изменений, из-за гонки вооружений в нашей любимой игре, к сожалению, конечно же. Первый заезд просто аннигиляция, бедный Ебр на тысячу, получает фугасом просто в борт с поджогом. За один выстрел наносит 1400. Едут парни в центр, поджимаются к монастырю, у них явно есть какое-то знание позиций, скорее всего эти знания позиций у нас идут от киберспорта, иначе не назвать, потому что я сколько играю в танки, я понятия не имел, что есть такой заезд. Взводный очень хорошо помогает забраться. CS вообще не ожидает здесь кого-то увидеть, получает сразу в борт и едет в ангар выбирать новый танк. 868 за второй выстрел. Король на высоте, на данном этапе, занимает центр карты, со всех сторон вражины, будет выбирать направление для атаки, видит слева мантикору, заезжает на балкон, спокойно сводится, буквально на одну миллисекунду и дает практически с вертушки. Я думал он будет сводиться, но нет, зачем, в этой игре сводиться не нужно. Видит СТБшку светится, кормой стоит к нам, выцеливает, тут сводится дольше, 900, бац, 4 выстрела, 4000 урона, это просто нечто. Думает наш товарищ, будет ли у нас сейчас вылазить мантикора, пытается снова увидеть СТБшку, но она, к сожалению, не светится. Мантикора тоже не пытается вылезти, играет аккуратно, сайвово, потому наш сегодняшний герой отходит назад, пытается выйти на центр. По нему прокидывают с уха, выкатывается у нас тут итальяшка, не понимая, куда он заехал, взводный помогает. Идем на таран, отлично. Итальянец пытается уехать, но, конечно, уехать ему уже никто не даст. Это конечное. С уха простреливают, но не попадают, вот. Только сейчас удается в АЗ-шке попасть. Леопард что-то пытается сделать непонятное, пытается кружить двух огромных японских мастонотов вместе с грилем, но, как вы понимаете, это все обречено на провал. Вот, 780 в корму получает леопард и прокатываются парни на гриле. Совзводный уже растерял достаточно большое количество хп, то есть у него остается 1300. Здесь наш друг там танкует гриля без каких-либо абсолютно проблем и катится на него добирать этого неприятного человека, который заехал не в то место и не в то время. Сзади выкатывается совзводный, чтобы добить, но его опережает ЕБР. Одержали ребята победу в центре карты без каких-либо проблем, практически без потерь. Счет 8-5, у него 6800 урона. Три фрага, это просто жесть. Как видим, на этой карте есть одна артиллерия, батшат у команды противника, который абсолютно ничем не мешает нашему сегодняшнему герою брать победу. Видит Е4, который выкатывается, старается взять левее, чтобы он по нему не прострелил, пытается выцелить. Е4 стреляет, убивает землю. И наши ребята стараются подкатиться к нему вплотную. Союзники проигрывают на правом фланге, то есть там осталось не так много танков. И скорее всего они проиграют. Пробуют дать по Е4, но к сожалению не попадает. Танк все-таки не отличается высокой точностью. И то, что у него иногда залетает, это просто везение, ни больше ни меньше. Гриль стоит, сканирует местность. Не отвлекаясь ни на кого, отправляется в ангар, пусть ищет танки для разведки. Е4 старается выцелить со взводного, закрывает его с собой, чтобы не потерять, потому что со взводной хороший, в бою это очень важно. Снова ребята танкуют Е4. Выкатывается на него, пробует дать. Не стреляет, знает, что сзади батшат. Забирает батшата и идет в клич с Е4. Е4 выбивает бою кладку, сразу же ремонтируемся. И стараемся заехать ему в борт. Выцеливает Е4 хвостик. И со взводной его спокойно добирают. 5 фрагов, 9244 урона. Это нечто. Я очень давно не видел таких боев. Это реально просто какая-то жесть. Ребята заехали, уничтожили все, что было. И едут уничтожать дальше. Как я и говорил, на правом фланге, правом фланге от Респа, игроки в ухе проигрывают. То есть наши союзники сливаются один за одним. Счет становится уже 11-9. Непонятно, кого выцеливает. А, вот. Он каким-то образом узнал, что там была фвшка. Но на карте она не светилась. Видимо, поступила какая-то инфа. Возможно, со взводной подсказал. Фвшка забирает со взводного. Но наш герой не прощает такое. И сразу карает ее отправлением домой, в ангар. Видим на балконе мантикору. Пытается по ней прострелить. Очень неудобная позиция, поскольку там всего лишь пиксель. И из такого танка попасть очень-очень будет трудно. Не попадаем по мантикоре. Пробует занять центр, чтобы отстреливать противников, которые будут прокатываться на захват нашей базы. Пытается выехать. Японец это очень медленный танк. Очень неточный, поскольку разброс там аховый сводится на ИС-4. Но не попадает. Ну, по чем я и говорю. То, что точность на этом танке желает лучшего. Остаются всего три союзника. Один из них Ебр, вторая Арта. Мантикор раскатывается, едет за бандшатом, врезается в него. И наш герой добирает мантикору. Если бы он ее не добрал, она бы могла создать большое количество проблем ему в этом бою, поскольку она такая верткая, невидимая и смогла бы реально нагадить. Ну, везет. Сводится на ИС-4. Добирает ИС-4. И против нас остается только Чех. У Чеха 1186 хп. Наш герой отсвечивается и хочет заходить по пляжу. Указывает ЕБРу, что не нужно лезть в бой, что нужна поддержка. Мол, едь за мной. ЕБР, на удивление, кстати, реагирует, разворачивается. А нет, нет, не разворачивается. Кружит. Кружит в центре, пытается высветить вазик. Непонятно зачем, поскольку у них вдвоем преимущество, и его нужно реализовывать также вдвоем. Ну, у нас игра не про союзников, поэтому это нормальная практика. Катит по пляжу наш сегодняшний герой. Остается всего один танк до победы. Если они его уничтожат, это будет победа. Это будет огромное количество урона, еще гораздо больше, чем есть сейчас. 10 287 домашки. 7 киллов. Это просто жесть. Аккуратно сводится, выкатывается на первой передаче. Думаю, что находится здесь танк противника, но нет. Видим, что он уезжает левее. Сводимся. У него заряжена ББшка. И забрасывает с полу разворота в корму. На 600. ЕБР аккуратно крутится в центре. Указывая, куда едет противник. Решает, видимо, ЕБР добрать его в спину. Пробрасывает. Попадает. И ЕБРу нужно было заходить дальше за горный вот этот массив. Но он решил развернуться, чем его вазик и наказывает. Наш герой сводится. Спокойно ждет каких-то действий от противника. Аккуратно досводится и аннигилирует его в крышу. 11 117 урона. 8 килов. Надеюсь, ребята, вам это понравилось. Ставьте лайки. До новых встреч. И пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!